Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. На реках края создается угроза формирования большого наводнения. Приморцев предупреждают об опасных явлениях. В целом ситуация находится под контролем, но ситуация, скажу откровенно, очень сложная. Транспорт нашего города. Первая партия новых больших муниципальных автобусов уже прибыла на территорию предприятия в ПАПАД-1. Самое главное, что они соответствуют безопасности транспортным средствам, и они очень удобны для пассажиров. Дальний Восток завязывает дружеские отношения с Индией. Премьер-министр республики станет главным иностранным гостем в ЭФ-2020. Сегодня Индия направила на Дальний Восток Российской Федерации самую представительную делегацию. Также в выпуске. Россия в последний раз снизит ввозные таможенные пошлины на импортные автомобили. И еще расскажем. Схему дорожного движения на въезде на остров Русский скоро изменят. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. В Приморье объявлено предупреждение о возможном ухудшении погоды 16-17 августа. По расчетам мировых погодных центров в этот период ожидается выход на акваторию Японского моря мощного тайфуна Кросса. Приморские синоптики уверены, что тайфун окажет влияние на погоду в крае. Ожидаются сильные и очень сильные дожди. Продолжительный период дождливой погоды привел к резким подъемам уровней воды в реках. Особенно на севере края. В связи с прогнозируемыми дополнительными интенсивными дождями на реках края создается угроза формирования большого наводнения. Высота подъема уровня воды на реках центральных и западных районов. Реки бассейнов Усури и озера Ханка до 2 метров. На реках южных и восточных районов бассейн Японского моря до 3 метров. Приморский гидромет предупреждает, при значительной интенсивности осадков поводки будут носить резкий характер развития. Возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного назначения. Создается угроза низководным мостам. Наиболее поводкоопасные районы – Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский и Тернейский. Контролируются всеми службами – дорожными службами, энергетическими службами. Сразу же, так сказать, получение каких-то сообщений от населения, сразу идет реакция. Понятно, может быть, где-то когда-то не успеваем, поэтому просьба к населению отнестись с пониманием и сразу сообщать нам в Центральный штаб. В целом ситуация находится под контролем, но ситуация, скажу откровенно, очень сложная. Поэтому особый контроль везде – на дорогах, по электричеству, а самое главное, конечно, по людям. Стараемся предупредить людей сейчас, вот тоже вам скажем сразу. Старайтесь сейчас не ездить в те места для отдыха, которые отдаленные узкости и в районе рек, для того, чтобы не попасть в проблематику с разливами. Тем временем приморцы выкладывают в соцсети видео из северных районов края, где складывается наиболее опасная поводковая ситуация. В настоящее время подтоплена дорога на Нагорненское сельское поселение. Проезд есть только для грузового и высокопроходимого транспорта. В Пожарском районе начали работать комиссии по оценке ущерба в результате подтоплений, вызванных обильными дождями. Как сообщил глава муниципалитета Станислав Филатов, комиссии работают на территории губеровского поселения, в которое входят села Губерова и Новостройка, наиболее пострадавшие от прошедших дождей. В этих населенных пунктах подтоплено 10 индивидуальных жилых домов и почти 300 участков. Большая вода не только затопила огороды и дома в селах, но и нарушила железнодорожное сообщение в Приморье. На въезде на Русский остров во Владивостоке изменят схему движения. Клумбу, вокруг которой раньше было организовано движение транспорта, теперь разделят проезжей частью. Накануне городские службы уже приступили к работам. Как сообщили в Управлении дорог и благоустройства городской администрации, решение о реконструкции кругового движения принято в рамках оптимизации движения на острове Русский. Теперь все, кому необходимо ехать прямо, смогут делать это, не двигаясь по кругу. Также на данном участке будет предусмотрен разворот автотранспорта. Водители допускали нарушение правил дорожного движения, что приводило зачастую к опасному маневрированию на большой скорости и даже зачастую к случаям заезда на ту самую клумбу. Многие это видели в интернете. В связи с чем было принято, на наш взгляд, обоснованное решение обеспечить возможность сквозного проезда через данное кольцо. То есть теперь водители, которые движутся с моста или наоборот от территории университета, будут напрямую проезжать по двум полосам движения в каждом из направлений. После завершения работ по переустройству кругового движения городские службы установят здесь новые соответствующие дорожные знаки. Администрация Владивостока просит автолюбителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Первая партия автобусов, которые в этом году на выделенные из краевого бюджета средства закупили городские власти, поступила во Владивосток. Сегодня на территории предприятия в Попад-1 уже находится 14 автобусов. Их проверяют на техническое состояние, чтобы передать на баланс города. Все они отечественного производства и уже успешно зарекомендовали себя в других городах России. Наша съемочная группа оценила качество нового общественного транспорта. Идеальное состояние двигателя «Салон» предназначен в том числе и для людей с ограниченными возможностями «Автоинформатор». На предприятии в Попад-1 поступила первая партия автобусов. 14 новеньких машин сегодня проверяют на техническое соответствие. Все нормально здесь. Проверяем двигатель, как работает. И все. В этом году на обновление муниципального автобусного парка из краевого бюджета выделили почти миллиард рублей. Практически все машины имеют низкий уровень пола для перевозки маломобильных граждан, оснащены оборудованием для пассажиров, имеющих ограничения по слуху и зрению. Часть автобусов оборудована системой мониторинга пассажиропотока. Весь транспорт отечественного производства марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ». «Самое главное, что они соответствуют безопасности транспортным средствам. И они очень удобны для пассажиров. Соответственно, и точно так же они удобны для пересеченной нашей местности городской. Поэтому эти, я так понимаю, поставщики и вышли специально на конкурс, чтобы именно во Владивостоке поставить это все автобусы». Вторая партия автобусов приедет во Владивосток в декабре. Также в планах на этот год – закупка двух электробусов. На их покупку выделены средства из краевого и городского бюджетов. Кроме того, субсидия из федерального бюджета позволит уменьшить стоимость каждого электробуса на 8 миллионов рублей. На городские линии новые машины выйдут сразу, как только их примут и поставят на баланс города. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Для современных городов качественные дороги, а значит и качественный асфальт – это уже так называемый мастхэв. К первому сентября во Владивостоке планируют запустить новый асфальтовый завод. Монтажный процесс нового предприятия в районе улицы Руднево в самом разгаре. Расширить производство и наладить поставки асфальта решила компания «Тайгер Микс». Светлана Садовая расскажет подробнее. Самое современное оборудование швейцарского производства. Экологичное, с пониженным уровнем шума и пыли, выкрашенное специальной краской в фирменных цветах компании «Тайгер Микс». На установку нового асфальтобетонного завода в районе улицы Руднево понадобилось две недели. Монтажный процесс здесь сегодня в самом разгаре, ведь еще через две недели на новом заводе уже планируют проводить первые пусконаладочные работы. На мой взгляд, это очень важно с учетом актуальности проблем с дорогами и качества самой продукции асфальтной. Мы стараемся поддерживать свою продукцию на высшем уровне. Идея расширить производство и приобрести асфальтовый завод в компании «Тайгер Микс» появилась около года назад. «Тайгер Микс» начал свою работу в 2016 году. Тогда была отработана рецептура основных видов, сухих строительных смесей, пройдена необходимая сертификация, разработана ценовая политика, отработаны схемы отгрузки и взаимодействия с клиентами. Сейчас это стабильно работающее предприятие, которое производит продукцию самого высокого качества. Завод «Тайгер Микс» является резидентом свободного порта Владивосток. Для предприятия это неоспоримое преимущество, позволяющее повысить рентабельность и снизить себестоимость продукции без потери качества. Асфальт – это новое направление деятельности для «Тайгер Микс», а значит расширение производства и появление новых рынков сбыта. Необходимость в качественном асфальтобетоне сегодня очень велика, как у крупных, так и более мелких заказчиков. Подготовку площадок к строительству асфальтобетонного завода начали ещё в мае. Новый завод будет производить до 210 тонн асфальтобетона в час. Во-первых, это современный подход к оборудованию, к оборудованию, которое будет производить. Например, оборудование за моей спиной является лидером мировым по производству заводов для приготовления асфальтобетона и смеси. Поэтому всё должно быть на высшем уровне. Оборудование, которое возведено сегодня, максимально автоматизировано. Для того, чтобы обеспечить его функционирование в круглосуточном режиме, необходимо около 20 человек. Собирают оборудование те же сотрудники, которые в дальнейшем будут на нём работать. Это несложен. В принципе, он модульный, он понятен, так как с оборудованием уже сталкивались с такого плана. В принципе, это очень сложно. Запустить новый асфальтобетонный завод во Владивостоке планируют уже 1 сентября. Компания «Тайгер Микс» уже с первого рабочего дня нового производства готова поставлять качественную продукцию своим заказчикам. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Россия в последний раз снизит возные таможенные пошлины на импортные автомобили в рамках договорённости с Всемирной торговой организацией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минэкономразвитие. Больше всего выиграют продавцы новых автомобилей. Однако мощного наплыва поддержанных машин в правительстве не ждут. Сейчас возные таможенные пошлины на новые иномарки составляют 17%, на поддержанные – 22%. Однако уже с 1 сентября они будут снижены в соответствии с обязательствами, которые дала Россия при вступлении в ВТО. Как сообщили в Минэкономразвитие, на новые машины ставка составит 15%, а на автомобили с пробегом она понизится до 17%. Однако снижение ставки из расчёта за 1 кубический сантиметр объёма двигателя будет минимальным. При этом снижение затронет исключительно легковые автомобили, так как по грузовым свои обязательства перед ВТО Россия уже выполнила. Напомним, Россия вступила в ВТО в 2012 году. В тот же год в стране впервые были серьёзно опущены заградительные таможенные барьеры, введённые для защиты национальных автопроизводителей. Эксперты отмечают, на тот момент доля импорта в продажах автомобилей составляла 48%. Сейчас этот показатель не превышает 15%. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой Новый ГОСТ, ужесточающий контроль качества школьной формы, введут в России в следующем году. Дальний Восток завязывают дружеские отношения с Индией. Премьер-министр республики станет главным иностранным гостем в ЭФ-2020. Шоу мирового уровня. Цирк Гии Эрадзе пользуется оглушительным успехом у приморских зрителей. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Новый ГОСТ, ужесточающий контроль качества школьной формы, введут в России в следующем году. Дальний Восток завязывают дружеские отношения с Индией. Премьер-министр республики станет главным иностранным гостем в ЭФ-2020. Шоу мирового уровня. Цирк Гии Эрадзе пользуется оглушительным успехом у приморских зрителей. В преддверии нового учебного года стало известно, что в России решили вернуться к опыту Советского Союза и разработать стандарт школьной формы. Предварительный национальный стандарт на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Требования к качеству будут серьезно ужесточены. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки. Они должны быть более строгими, чем нормы для обычной детской одежды, так как школьники носят ее по несколько часов подряд в течение дня, пояснили в Росстандарте. Так, например, синтетика не способна впитывать, удерживать влагу и дышать. Поэтому, если ее много в составе изделия, это делает одежду неудобной для ежедневного использования. По оценкам экспертов, сегодня до 80% рынка одежды для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами. Работу над стандартом ведет Роскачество. Отметим, что в ГОСТе впервые зафиксируют само определение школьной формы. Предполагается, что когда ГОСТ будет принят называть свой товар школьной формой, производители смогут только при соблюдении его норм. Сегодня, по оценкам специалистов, на рынке до 80% небезопасной и некачественной одежды для школьников. Дальний Восток завязывает особые отношения с Индией. В этом году Индия станет страной-гостем ВЭФ, а премьер-министр республики приглашен на форум в качестве главного гостя. В эти дни во Владивостоке проходят мероприятия в рамках Дня индийского инвестора. Внешнеторговый оборот между Приморьем и Индией за первое полугодие вырос на 22%. Тему продолжит Евгений Черемухин. Перспективы международного сотрудничества между самой густонаселенной страной и самой большой территориально огромны, уверен министр торговли и промышленности Индии Пьюш Гаял. Индийский чиновник из высших эшелонов решил подготовиться к поездке во Владивосток основательно. Его старания оценил и губернатор края Олег Кожемяка, и главный участник пленарного заседания в рамках Дня инвестора Юрий Трутнев. Мне кажется, это очень важная встреча. Господин Гаял сказал о том, что сегодня Индия направила на Дальний Восток Российской Федерации самую представительную делегацию из тех, которые выезжали в другие страны. Мы это очень высоко цели. Мы благодарны нашим индийским коллегам. Встреча прошла в контексте предстоящего Восточного экономического форума. Индия в этом году станет одной из главных гостей ВЭФ, а премьер-министра этой страны лично пригласил президент России Владимир Путин. Сентябрьские решения впереди, но и тандему Трутнев-Пьюш Гаял добиться удалось главного – доверия. Самым важным результатом являются, на мой взгляд, не те протоколы, не те меморандумы, которые сейчас подписались. Самый важный результат – это то, что сегодня более ста компаний из Индии и России, руководители целого ряда регионов Индии и практически всех регионов Дальнего Востока, встретились друг с другом. Это в первую очередь означает образование почвы для диалога, поиска общих интересов, причем как в области инвестиций, так и для текущих деловых соглашений. Губернатор Приморья в ходе пленарки отметил, что торговый оборот между Индией и Приморьем, даже не Россией, увеличился в среднем на 20% за 2018 год. А за первое полугодие 2019-го товарооборот Приморья с Индией вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индийский министр также не применил раскрыть некоторые экономические амбиции своей страны перед российскими чиновниками. К слову, перспективы сотрудничества конкретно для Приморья и Индии совсем не призрачные, а скорее прозрачные. Так же, как и алмазы, которые обрабатывает в крае индийская компания KGK. Предприятия, кроме бриллиантов высокого качества и цены, генерируют для региона рабочие места, и Россия планирует серьезно инвестировать в эту отрасль. Больше планов и реального взаимодействия будет озвучено уже на пятом юбилейном ВЭФ, который ежегодно освещает 8 канал. Евгений Черомухин, Евгений Апарин. Новости на 8. Во Владивостокском цирке с оглушительным успехом продолжаются гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе. Шоу мирового уровня уже посмотрели десятки тысяч зрителей. Эксклюзивные костюмы, авторские декорации, высокий профессионализм артистов и животных покорил приморскую публику. Каждое представление – аншлаг. Подробнее расскажет Дмитрий Беломеснов. Владивосток встретил Королевский цирк Гии Эрадзе аншлагами и оглушительными аплодисментами. И так после каждого представления. Шоу мирового уровня в дальневосточной столице посмотрело больше 20 тысяч зрителей. Всех поражает масштаб спектакля. Более 2000 эксклюзивных костюмов, 120 артистов, золотой замок с мраморными колоннами, стразы Сваровский, бархатная отделка. Это абсолютно новый формат спектакля. Это колоссальное количество артистов. Это тонны декорации. Королевский цирк – это некий синтез, сплетение жанров. Это эстрада, цирк, мюзикл, театр. И, безусловно, цирковые жанры, классические цирковые жанры – это воздушные гимнасты, акробаты, трясионные животные, коверные клоуны необычные. Поэтому это вот такой большой Королевский цирк. Королевский цирк – нечто большее, чем цирковое представление. Настоящая феерия, невероятное красочное шоу. Королевский бал, испанская корида с Тореадором и яками – настоящая русская зима. За три часа спектакля на арене цирка появляются грозные африканские львы, статные лошади-фризы, розовые пеликаны, попугаи-ара, северные олени, лисы и многие другие четвероногие артисты. Некоторые номера были показаны впервые именно во Владивостоке. Публика приморской столицы с головой окунулась в беспрецедентный мир цирковых чудес и отправилась в увлекательное путешествие, где поражалась красотой, роскошью, отвагой и ловкостью, невероятными человеческими возможностями и изысканным стилем. Отличный цирк. Первый раз за долгое время я была полностью настолько удивлена. Мне очень понравилось. Дети все в восторге. Здорово. Мне больше всего понравилось, как было представление с львами. Цирк вообще обалденный. Они когда-то давно приезжали к нам. Ну впечатление было, я ходила с первой внучкой, а теперь бежала со второй внучкой. Вот, ну естественно, восторг. Мне очень понравился цирк, особенно акробаты. И еще мне животные очень понравились. Особенно львы. Это лучший цирк, который мы вообще видели. Мы уже не первый раз бываем в цирке с детьми. Это просто такое яркое, красочное, профессиональное шоу. Просто супер. Представления проходят каждый четверг, субботу и воскресенье. Гастроли коллектива, являющегося обладателем множества высших наград российских и мировых цирковых конкурсов, продлятся только до первого сентября. Стоит поторопиться, ведь Королевский цирк – это шоу, которое нельзя не увидеть, и это история, которую невозможно забыть. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Юных футболистов приглашают поучаствовать во всероссийском турнире. Баскетболисты Спартака Приморья прибыли на тренировочные сборы. Соревнования по кольцевым мотогонкам пройдут во Владивостоке. Все подробности у Максима Яковлева. Приморцев приглашают принять участие во всероссийском футбольном турнире. Уже в сентябре по всей стране стартует акция «Уличный красава». Эти любительские игры по футболу в прошлом году собрали более 35 тысяч молодых ребят. Проходят они в три этапа. Сначала команды отбираются на муниципальном уровне, затем на региональном, а уже потом сильнейшие коллективы встречаются на окружном турнире. Все эти отборы пройдут с сентября по ноябрь, после чего победители отправятся на всероссийский финал, где будут разыграны сертификаты на установку футбольной площадки в своем городе. Стать так называемым «уличным красавой» может любой юноша в возрасте 14-17 лет. Подать заявку и узнать все подробности можно на официальном сайте акции. «Спартак Приморья» приступил к первым выездным тренировкам. Команда собралась в Севастополе. На учебно-тренировочные сборы отправились практически все баскетболисты, к которым также присоединились игроки-молодежки. В Крыму красно-белые проведут первый этап предсезонной подготовки, который продлится до 2 сентября. Затем «Спартак» отправится в Латвию, где запланировано несколько контрольных матчей с командами Суперлиги и Единой лиги ВТБ. А с 10 по 15 сентября «Приморский клуб» сыграет в предсезонном турнире в Ижевске. Напомню, новый сезон Суперлиги «Спартак Приморья» начнет только в октябре. Открытые соревнования мотолюбителей пройдут во Владивостоке. 17 августа «Картодрон Змеинка» примет этап чемпионата по шоссейно-кольцевым мото-гонкам. На трассу выйдут спортсмены в нескольких классах, которые будут отличаться моделью байка и опытом пилота. Одни участники померяются силами на чисто спортивных и самых мощных мотоциклах, другие попробуют себя на дорожных и даже миниатюрных моделях. Заезды в каждой из групп будут включать 25 кругов. В борьбу на выносливость может вступить любой желающий. Все подробности можно узнать по указанному телефону. Старт шоссейно-кольцевых гонок пройдет 17 августа в 11.00. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Внушительные паводки и подъем уровней воды в реках до трех метров ожидают в Приморье. Новый тайфун подойдет к региону к концу рабочей недели. Новый государственный стандарт школьной формы введут в России. Требования к качеству будут серьезно ужесточены. Ввозные таможенные пошлины на иностранные автомобили снизят в России 1 сентября. На въезде на русский остров во Владивостоке изменят схему движения. Клумбу дорожники разделят проезжей частью. Первая партия новых муниципальных автобусов уже прибыла в расположение предприятия в Попад-1. Власти Владивостока закупили 95 машин. Цирк Гии Эрадзе пользуется оглушительным успехом у зрителей Приморья. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Если среди ваших родных, друзей или знакомых есть те, кто пишет или забивает гвозди левой рукой, не забудьте их поздравить. 13 августа в мире отмечают Международный день левшей. Ученые считают, что в древнем мире леворуких и праворуких людей было поровну. В России среди старшего поколения леворуких мало, так как таких детей тотально переучивали. А вот среди молодежи левши уже не редкость. Психологи считают, что все люди левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. И действительно, список известных людей, которые все делали одной левой, поражает. Здесь и Александр Македонский, и Уинстон Черчилль, и Пол Маккартни. Кстати, в случае с битлом Маккартни, его леворукость просто бьет в глаза. Смотрим и слушаем прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами был я, Сергей Комаров. Увидимся на восьмом.